Здравствуйте! С вами Людмила. Кто любит бисер, как я, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых работ. В этом ролике я покажу, как я делаю малиновое дерево. Фунтик со мной. Да, вот он вам привет сказал. Вот так. Он вам передал привет. Ой, ты мой, какой воспитанный кот. Красавец. Привет всем. От фунтика. Я использую вот такую тоненькую проволоку. Примерно 25 сантиметров. Это зависит, какой высоты дерева. Можно собирать в виде кустарника, но я буду собирать дерево. Примерно 25 сантиметров. Я использовала бусины 2 миллиметра. 2 миллиметра. Я использовала 3 цвета. Можно заменить на бисер номер 8. Вот. Можно 2 цвета использовать. Можно вообще 1 цвет использовать. Вот 2 миллиметра или бисер номер 8. Вот. Я взяла вот такие цвета. Я взяла вот такой мелкий. Хоть он десятка, но очень мелкий такой. Ну, десятку золота взяла. И салатовый взяла тоже десятка. И я использовала проволоку тройку. Везде у меня тройка. Золото, красный и зеленый цвет. Если нету, можно использовать четверку. Также все хорошо можно сплести. Так что четверка тоже подойдет. Флора лента у меня салатовая. Можно зеленую взять. И на ствол, как я в интернете видела, малиновое дерево, ствол почти красноватый. Но я потом посмотрю, при сборке красный делать, или коричневый, или зеленый. Так что цвет самого ствола можно заменить любым цветом. Веточки, конечно, я буду делать салатовые. Я начну с листиков. Проволоку номер три, или можно четверку. Я потом буду делать ягодки. Я вам подскажу, если 2-3 мм нету бусинок, я подскажу, как можно заменить форму. Это когда я буду делать ягодки. Фунтик устроился спать на солнышке. Ой, что-то ему снится. Хотя он не спит. Хвостом машет. Фунтик, ну-ка покажись, красавчик ты мой. Вот так он, вот так. Будет мешать, отнесу в комнату. Да, Фунтик? Вот такой красавчик. Листиков будет три размера. Я делала большие листья, но они такие громоздкие. Поэтому я решила сделать небольшие, но три размера листики. Я не ботаник, я художник, поэтому я подбираю размеры. Начинаем с пяти бисеринок. Все листики будут начинаться с пяти бисеринок. Мне нужна ножка, поэтому я буду делать на все четыре пальца мизинчиком. Вот смотрите, раз, вот так мизинчиком. И вот у меня будет ножка. Делаю несколько оборотов. И скручиваю. Растягиваю, чтобы потом у меня было бы удобнее их вместе сложить. Вот так немножко с пальчиком. И ровно отщипнула. Круглый низ, острый верх. Продолжение следует... вот такие маленькие листики я просто чтобы несколько раз не крутить я вам показываю что вот такие листики они пойдут на ствол поэтому сколько там надо это при сборке может больше меньше если надо будет я подкручу такие маленькие листики вот я вам показала как я их сделала второй вариант еще делаем одну пару дуг вот это будет второй вариант листиков размер их вот второй вариант их тоже понадобится много зависит сколько ягодок и веточек вот второй вариант листиков теперь я сделаю третий вариант листиков еще одну пару дуг это будет у меня самые большие листики откручиваю вот так беру прям листиком подкручиваю немножко и вот получается это вот самые большие листики центр у нас везде по пять тут две пары дуг три пары дуг тут четыре получается пары дуг маленькие с двумя парами дуг мы убираем в сторону мы с ними ничего делать не будем пока это пойдут они к стволовой и с ними ничего делать не надо теперь надо мотать листики я беру под цвет салатовый цвет или ниточкой кто с чем работает тут и берет то что ему больше нравится подбираем если у вас темный значит подбираем темный цвет еще хочу сказать что если делаете есть китайский бисер все можно сделать из китайского бисера все берем сначала маленький листик маленький листик и обкручиваем сначала надо зацепить так даже не под сам листик немножечко подкрутить тонкие вещи сложнее это делать но не сложно если уметь вот так я подкрутила и теперь я пододвигаю под сам листик вот так раз вот туда подвинула видите когда не сильно плотно вот вниз я спустила вниз и пододвигаю вверх флоры ленту под сам под сам листик вот поэтому вначале не надо очень плотно раз и все и теперь уже начинаю крутить уже более плотно сначала сверху вот тут как бы сверху кручу вот этими двумя пальчиками подкручиваю подкручиваю и когда я зацепилась вот пальчиками уже начинает листья крутиться тогда иду вниз все вот так я закручиваю листики теперь я закручиваю еще вот этот средний вариант где у меня три пары дуг так если с первого раза не получается не двигается размотайте и сделайте снова теперь я большой большой листик взяла где четыре дуги раз два три четыре и подкручиваю большой листик листик вот я подкручиваю большой листик смотрите подкручиваю чтобы плотно было бы флор лента вот так подкручиваю но иногда мне не надо вот такую длинную тогда я сначала подкрутила а мне такой длины не надо тогда я рассматываю до того места где мне нужно нужно добавить второй листик просто раскручиваю тут у меня уже плотно поэтому я раскручиваю беру теперь маленький листик прикладываю вот так можете даже не делать главное определить немножко высоту ну вот примерно вот так я определяю высоту и вот так держу и прикручиваю скручиваю их вместе опять вот так держу сверху и подкручиваю не раз не развожу теперь мне нужно подкрутить вот я скрутила я вам покажу сколько я примерно скрутила тут сантиметр где-то тут ну специально там ровно ничего не надо мерить листики пусть разные будут смотрите я некоторые листики вот так делаю маленькие наверху получается иногда большой наверху делайте их по разному и вот теперь смотрите прикладываю третий измеряю высоту листика ну чтобы они не были бы одинаково да вот так и опять складываю их вместе и подкручиваю флор лентой и вот сверху держу чтобы натяжка получше было и вот теперь я подкручиваю до конца все вместе так докрутила теперь теперь сразу их много надо будет поэтому сразу можете это делать развожу в разные стороны их и сначала я делаю вот так вот пальчиком вот этим пальчиком вот так чтобы они не ровные были бы а вот так раз и подгибаю вот подогнула видите он такой загибом беру большой подогнула такой и вот так все можно так оставить какие-то листики когда вы будете делать чтобы они как бы ровно идут вверх вот видите я вверх приподняла один вниз вот делайте по-разному один так другой по-другому чтобы более естественно выглядело видите вот такой листик я сделала скомбинировать можно какой-то листик сделать вот тройку вот прям вверх вот так когда я буду собирать вы это увидите что они у меня все разные все делаются одинаково просто сгибаю по-разному вот такой вот такая тройка у меня получилось мне еще нужно двойку сделать смотрите где-то я делаю вот таких два одинаковых размера где у меня три пары дуг вот такие делаю двойку а иногда я добавляю вот двойку делаю из большого и маленького листика вот это тоже можно использовать где-то маленький большой двойка видите два листика или два больших не надо слишком громоздко будет или два маленьких вот я сейчас сделаю два маленьких я специально сплела чтобы вам показать что тоже они могут быть разные и если они разные это даже объемнее это выглядит сейчас я скручу флоры лентой я скрутила два листика их вместе я сейчас скручивать не буду но чтобы они были бы вместе я просто вот так складываю и вот тут кончики скрутила чтобы я знала что у меня эта пара есть потому что заготовок надо будет много поэтому я просто скрутила вот так их вместе но не флоры лентой и так же делаю нагиб вот так пальчиком вот такая пара получается вот таких надо будет много сделать или только не три три не надо слишком густо будет или вот вот такой большой листик маленький большой и здесь тоже один вверх вниз но при сборке даже можно надо будет развернуть чтобы зелень хорошо смотрелось но это потом теперь я буду делать ягодки сначала я я сделаю маленькую ягодку я использую так как у меня сейчас буду вот такой бежевый делать круглый я использую золотую проволоку когда я делаю зелененькие ягодки то я беру вот эти из таких то я беру зеленую проволочку чтобы мне удобно я не буду при вас набирать но чтоб удобно я набираю вот на самодельном спиннере вот эти бусинки это быстрее чем с чашечки брать и видите как у меня их мало осталось но вот эта чашечка мне спиннер самодельный нравится что тут можно собрать до последней бусинки бисеринки вот смотрите вот два миллиметра они они у меня круглые круглые формы два миллиметра можно три миллиметра малина может быть разного цвета я делаю основной у меня будет малиновый можно красный розовый желтый оранжевый так что цвет вы выбирайте любой даже вот на маленькие ягодки белые можно взять бусинки маленькие ягодки незрелые сделать сейчас я вам расскажу про это номер шесть бисер номер шесть я специально вам сделала чтобы показать как выглядит ягодки именно с бисера извините сказала номер шесть хотя шестерки тоже можно делать я большие ягоды делала шестерки делаю иногда номер восемь сейчас я говорю про восьмерку смотрите это номер восемь буду рассказывать про восьмерку вот оранжевый бисер и смотрите он у меня плоский вот видите не круглый а плоский бисер номер восемь сейчас ягодку покажу я говорилось что восемь шесть тоже можно ягодка будет длинней более такая длинная она не испортит вид вам и счет может оставаться шестерка восьмерка одинаково ну вот смотрите я главное про форму говорю хорошая ягодка тоже получается если у вас нету круглого бусин вот такая смотрите хорошая ягодка получается с плоских бисеринок хотя смотрите если ежевику хотите делать то же самое делаем вот то что я сейчас сделаю дерево малиновое добавить только черные ягодки черные ягодки потому что она когда цветет она вот так зелененькая светленькая маленькие ягодки красненькая и потом только становится черной так что если вы черные добавите то у вас уже будет ежевика или полностью созревшее дерево только из черных сейчас я вам покажу какой у меня бисер это китайский давно покупала он неровный настолько неровный а смотрите как хорошо смотрится поэтому как какие бусинки бисеринки есть те можно все использовать не знаю видно будет или нет они у меня все неровные вот даже две одинаковых бисеринки сложно найти и длинненькие и тоненькие и смотрите маленькие хотя это один и тот же размер и вот какие ягодки получаются так что если у вас бисер неровные все используем на ягодки такие ягодки получаются красивые так что не переживайте что есть с тем и работаете это только во благо пойдет ягодкам значит использую 2 8 или номер 6 сейчас напишу и номер 6 тоже можно делать и даже мой счет просто ягодки крупнее будет это бисер а это бусинки можно еще 3 миллиметра я просто чтобы не запутать можно 2 3 4 миллиметра просто ягодки будут покрупнее на маленькую ягодку берем 30 сантиметров проволоки 30 я беру чтоб не было бы удобно я беру 30 сантиметров можно больше меньше ну вот 30 30 я взяла 3 бусинки складываем примерно пополам вот так примерно проволочку пополам и делаем тут небольшой загиб такой загиб и проходим через 2 бусинки через 2 и подтягиваем к загибу вот видите загиб у меня подошел и это все подтягивается вот у меня получилось 3 бусинки я набрала еще 2 бусинки и прохожу вторым концом и подтягиваю и ту одну проволочку ту другую вот так подтягиваю вот вот видите как у меня получилось теперь когда я подтянула вот эту одну бусинку вот эту одну бусинку видите 5 у меня я загибаю к центру просто ее загнула к центру посередине и вот получается вот я пойду вверх у меня с этой стороны получается 4 бусинки тут посерединке 5 а сверху только 4 я вам нарисую пятую я рисовать не буду только 4 буду рисовать вот я надеюсь то что у меня 4 теперь я взяла 3 бусинки 3 смотрите внимательно тут важно смотрите у меня проволочка выходит из вот этих двух бусинок значит я буду 3 накладывать вот на эти 2 где нету проволочки если вы запутаетесь если вы будете накладывать то у вас 3 бусинки пойдут сверху где нету работы видите там работает а нету бусинок сверху пойдет поэтому смотрите проволочка у меня идет из этих двух двух бусинок значит я буду накладывать вот там вот сюда где нету вот теперь я просто беру вот это надо понять не сложно это конечно прохожу другим концом через три все три бусинки потихонечку один конец другой подтягиваю смотрите что я делаю видите она как бы ложится вверх над проволочкой а нам надо положить там где нет проволочки вот так и загибаю вот сюда видите вот я сейчас медленно все это покажу вот видите вот сюда над этими бусинками и вот подтягиваю один конец проволоки другой вот видите и легло у меня вот теперь я набираю снова три смотрите я разворачиваю теперь у меня проволочка идет сверху значит я буду накладывать на эту сторону где у меня нету проволочки вот видите вот так сейчас я наберу снова я набрала три прохожу я уже сразу вот так держу чтобы у меня проволочка сверху видите она у меня сверху ягодку разворачиваю прохожу вторым концом подтягиваю поближе вот так прямо разворачиваю видите я повернула и подтягиваю можно пальчиком я вот так иногда вот так одним пальчиком раз и поджала можно двумя вот так и подтягиваю три и три три и три я набрала четыре бусинки опять у меня проволочка идет на верхнем ряду прохожу другим концом и видите у меня опять проволочка идет с верхнего ряда и я вот так потихонечку один конечко проволочка другой подтягиваю вот теперь у меня легло 4 бусинки вот так пальчиком подтягиваю разворачиваю и набираю снова четыре я снова набрала четыре и подтягиваю вот если надо я вот так так раз и подтягиваю один конец проволоки другой чтобы на тройку легли четыре бусинки мои так раз не рядом а именно на них я подтянула вот так пальчиком можно подтягивать все я затянула это маленькая ягодка чтобы она не была такая плоская я беру ручку надо брать что-то такое пошире и вот так вот прям проволочка немножко раздвигается но это не страшно я беру ручку и вот видите вот так потому что это должно быть пошире если у меня тут проволочка разъехалась я опять просто вот потянула проволочку все это у меня заготовка для маленькой ягодки такая заготовка маленькой ягодки вот у меня уже готовая и так же и зеленые делаю одинаково делаю и получается 4 и 4 такая легкая схема для маленькой ягодки теперь я беру 2 миллиметра или тот размер какой у вас есть 2 миллиметра 3 миллиметра 4 миллиметра бисер номер 8 6 просто ягодки будут крупнее или мелкие более мелкие 2 3 4 5 5 6 6